Продолжение следует... И тех, кто стремится стать слугами. Если у кого-нибудь есть вопросы... Рамрой Прабху всегда очень интересные вопросы о каких-то очень тонких моментах. Да. Да. И им соответствуют какие-то служения, кому-то памятования. На каждом острове, да? Да. И я думаю, к чему эти все вот эти вот темы? Что на этих островах там процесс совершенствования только с помощью служения. На другом с помощью памятования. На третьем с помощью там дружбы. Или почему они все носят такой характер? С чем это связано? Мы слышали о девять островах Навадвип, Ковадвип и другие. И мы слышали, что они корреспондуют к девочкам, как шраманам, киртанам, etc. Да. Так что это не значит, что на этой острове, совершенство только через, скажем, шраманам и другие, через киртанам? Или на каждом острове? Какая идея этого корреспондента? Да. Ну... Вы можете сказать, что это благословляет на определенный аспект от девочек. Можно сказать так. Там, словно свет прожектора падает и высвечивает именно определенного рода склонность служить. Как мы слышали, потому что, как он говорит, это, конечно, пралад-майрад, пралад-чарит, где он дает Навабхакти, Шраванам, Киртанам, Бишну, Смаранам, Парасеванам, Арчанам, Банданам, Дасям, Сакхиам, Атмани, Вейданам, Сакхиам, Атмани, Вейданам, слышать, молчать, вспомнить, служить лотоками, etc. Поскольку понятно, что вы подразумеваете в своем вопросе ссылку на знаменитые девять методов или девять видов преданного служения, описанные Прохладом Махараджем в разделе Бхага, в этом называемом Прохлада Чарита, где он говорит, что слушать о Господе, прославлять Его, пометовать о Господе, служить Его лотоками стопам и так далее, он перечисляет девять методов служения. И мы слышали, что различные аспекты олицетворяют определенные герои. Но это не ограничено лишь этим. Но мы слышим. Сраванам, Парикатмарадж, Киртанам, Сухадев, Смаранам, Пралад, кто из Арчан, Ванданам, Акрура, Арчан, Ванданам, и Лакшми, Деви, serving the lotus feet, и многие, они дают пример от кого-то, кто персонифирует эту качество или аспект. И к каждому из девяти методов или видов преданного служения приводятся примеры, примеры тех, кто олицетворяют собой, олицетворяют своим поведением, своим характером, совершенство в этом виде служения. Это не означает, что они ничем другим не занимаются, но это их главное качество. Например, слушание Шраванам этим занимался Парикшит Махарадж и так достиг совершенства, Киртанам Прославление Господа, в этой связи называют Шукадева, Памятование Господа это Прохлада Махарадж и так далее. Кого-то приводят, кого-то квой в пример для Арчана. Атма Неведанам has given us Bali Махарадж. И наконец, в качестве Атма Неведанам приводят Атма Неведанам или полного вручения себя, приводят Бали Махараджа в качестве служения луцным стопам, приводят пример Лакшми Деви, который служит стопам Господа и так далее. Акрура — это олицетворение идеальных молитв, того, кто идеально молится Господу, Ванданам. Но в девятой песне Бхагаватам мы слышим о славе об Амбариша Махараджа. Акрура — это олицетворение там, в разделе, где прославляется Амбариш Махараджа, его величие и его преданность Господу, говорится, что, по сути, он является олицетворением тем, кто идеальным образом следует всем девяти методам преданного служения Господу. И в связи с этим можно упомянуть интересный момент. Часто у людей появляется такое впечатление или ощущение, что пускай за меня кто-то другой практикует духовную жизнь, сознание Кришны. Пускай за меня лучше будут духовными или практиковать сознание Кришны мои дети, мои дети, моя жена или мои подчиненные, еще кто-то, или мое бывшее я, таким, каким я был в прошлом. И, конечно же, это хорошо, если те, кто связаны с вами, ваши дети, ваша жена и так далее будут связаны с сознанием Кришны. Это благо для них. И для нас. Но это не замена. Гуру Махараджа упомянул это в отношении Шаранагати. И в других местах, как Гуру Махарадж упоминает, Шаранагати и других местах, что нельзя нанять кого-то, заплатить кому-то, чтобы он за тебя был сознающим Кришну. Но, и причем, как я делаю эту точку, то есть, есть много примеров кинги, которые имеют пандиты, браамматы, все они делают, и пуджари, и они обрабатывали все эти вещи, и они обучены и обучены. Почему я говорю об этом в связи с Амбариш и Махараджом? Потому что в других случаях, в случае других царей, часто мы видим, что они нанимают различных мудрецов, браамманов, придворных пандитов, чтобы они занимались пуджей, поклонению божествам, духовной практикой, медитацией и прочим. И это нормально. Но Амбариш Махарадж, потому что он другим делегировал свои обыденные обязанности, мирские обязанности в управлении государством, а сам лично занимался прославлением Господа, служением Ему в храме, всеми видами служения Богу. Его ум всегда был поглощен памятью, мыслями о лотосных стопах Кришны. А его слова, его речь всегда описывали качество духовного мира самого Господа, его обители, преданных Господа. Его глаза всегда... Его глаза всегда были заняты зазерцанием трансцендентного облика Господа. Его ноги были заняты тем, что вели его в храм. Его тело было занято уборкой храма. Он всегда был занят беседами о Кришне, служением Кришне. А другие обязанности он делегировал другим. Бхакти Винод Такур – это эксперт, который в состоянии увидеть и объяснить нам концептуальную топографию Святой Земли Навадвипа. Невозможно переоценить важность Бхакти Винода Такура в этой линии. Поэтому иногда Гуру Махараджи говорит, в целом нас можно называть Бхакти Винода Паривара – семья или линия, идущая от Бхакти Винода. Хотя наша линия также называется линией Рупа Нуга, но без Бхакти Винода Такура у нас не было бы ничего. Иногда Шрила Гуру Махараджи говорит, что Бхакти Винода Паривара Дасакура, написанная его учителем Чилошитаром Махараджи, что привлеченный расплавленным, растопленным любовью сердцем Бхакти Винода Такура, сам Сарасвади Такур снизошел в этот мир. Так, сколь многим же мы тогда обязаны Бхакти Виноду Такура? Гуру Махараджи говорит, что хорошо подытожено в этой красивой мантре, написанной, с Чилошитаром Махараджи. Но если коротко пересказать ее суть, чем мы обязаны Бхакти Виноду Такуру – всем. У нас в духовном плане нет ничего, что не было бы связано с сокровищами, дарованными Бхакти Винодом Такуром. Он явил место рождения Махапрабху. Он дал Святой Имя Кришне, который достигает Своей высочайшей кульминации в Радхадасим, служению лодским стопам Шримати Радхарани. Он дал нам Гуру, Сарасвати Такура, который стал посредником, через которого произошло дальнейшее распространение этих божественных концепций. Но также он даровал нам книги, в частности описывающие Святую Землю, такая книга, как Навадвипа Тхама Махатмия. И, Гуру Махараджи, в понимании Бхакти Винодом Такура и магнитуде своего божественного потенциала, мы можем только предположить, что он не был праздновательный практиченец, но что он даровал на высокой плане, чтобы дарить что-то здесь. И, Гуру Махараджи объясняет нам, что учитывая масштаб того дара, что оставил нам Бхакти Винод Такур, мы можем заключить, что он не был практикующим тем, кто, практикуя какую-то линию духовной практики, достиг совершенства, но он был тем, кто не зашел в этот мир из духовного мира. И он описывает нам первую Навадвип Дхама Парикраму. Он описывает ее в своей книге Навадвип Дхама Махатмия. В этой Парикраме участвуют Нитянанда Прабу и Джива Госвами. Только представьте, что то, о чем вы говорили, связь девяти островов с видами служения, все это происходит из той Парикрамы, где сам Нитянанда Прабу показывал различные места Святой Земли Дживи Госвами. И это совершенно уместно, поскольку именно Нитянанда Прабу, по мнению Гуру Махараджа, является хранителем Святой Земли, тем, кто, образно выражаясь, выдает визу, право вступить в Святую Землю. И здесь мы касаемся момента связи или противопоставления субъективного аспекта и объективного аспекта. Мы обеспечены, когда мы идем к тем, кто был счастливы, чтобы идти в Индию и посетить какие-то святые места, вы видите, что там был темполь, там есть какая-то мемориальная структура, и мы говорим, что это такое и такое святое место, и это почему это святое, и это почему это важно и важно. Те, кто в достаточной степени удачлив, чтобы посетить святые места Индии, те знают, что придя в какое-то святое место, обычно мы видим там храм с какой-то табличкой, где объясняется, или нам люди объясняют, что здесь вот этот храм построен на месте такого и такого-то святого события. А почему это место святое? Потому что здесь произошло то-то, то-то и то-то. Но, как Махапрабу предостерегает Рупен Санатан, и это обеспечено Бакхавина Тахвара, что вы увидите, обычно вы можете видеть какие-то растения или какие-то джунглы, как вы понимаете, как вы понимаете значение этого места? Но, как сам Махапрабу предостерегает даже своих ближайших спутников Рупу Санату Нагасвами, и как это продолжает объяснять Бакхатинот Такур, как можно понять значимость святого места, если оно не обозначено храм? Оно внешне может выглядеть как заброшенное рисовое поле, как маленький пруд. Как можно увидеть значимость духовного места? Как, когда Махапрабу пошел в Вриндаван Говардан, и он procurал Радхакунда, и некоторые старые люди в городе сказали, что есть один рисовое поле, и какие-то легенды мы понимаем в этой регионе. Когда Махапрабу оказался во Вриндаване, он искал священное озеро Радхакунду. Он пришел туда, и какие-то старики из местных жителей сказали ему, да, мы слышали о древних легендах, и если верить этим легендам, то то место должно быть вот в этой стороне. И когда Махапрабу пришел на то место там, это было два рисовых поля и два скромных пруда с водой, но он почувствовал, что несмотря на внешнюю скромность этого места, это то самое трансцендентное место, и впал в духовный транс. Недавно мы были в Украине. Это материальный пример, материальная аналогия, но она кое-что показывает. Слышали о Чернобыле? Нам говорят, что там произошел ядерный инцидент. И хотя внешне там все, может быть, заросло и выглядит совершенно обыденно, совершенно обычно, люди пытались как-то исправить последствия этой катастрофы. Но все же ученые, специалисты, приехав туда, используя счетчики Гейгера или другие инструменты, могут понять, хотя здесь все выглядит обыденно, но счетчики показывают нам, что вот это место, это источник очень мощной радиации. Подобным образом места духовной важности со временем, с объективной точки зрения, для внешнего постороннего наблюдателя, могут выглядеть очень непритязательно, совершенно обыденно. Например, река Ганга часто меняет свое русло, и тогда старые места уходят под воду или новые места обнажаются. Бхактивинод Такур, в свое время был окружным судьей, и он каким-то образом устроил, чтобы его по работе перевели в округ Кришна-Нагар. И когда его перевели туда, Кришна-Нагар — это тот округ, в котором находится святой город Навадвипа. Итак, отправившись туда, Бхактивинод Такур отправился в местный центр картографии, ему показали древние карты, и на этих картах он увидел, что одно место обозначено как Мияпур. Подумал, интересное название. И он отправился туда, в том месте, которое было обозначено на карте как Мияпур, и он отправился туда, в том месте, которое было обозначено на карте как Мияпур. Он нашел местных жителей, там в основном жили мусульмане, фермеры, и эти фермеры сказали ему, вот в нашем городке, в этом месте есть один участок земли, который совершенно бесполезен. Что бы мы там ни садили, растет там только Туласи. Бхактивинод Такур отправился на то место и увидел, что действительно там растет священное дерево Туласи. Подобно счетчикам Гейгера, которые обнаруживают излучение, он почувствовал внутренним взглядом, что это и есть место явления Махапрабху. И он сумел определить, где это место находится с точки зрения объективного мира. Хотя игры в духовном мире происходят вечно. Но Бхактивинод Такур хотел показать, что именно это место следует рассматривать как место для выражения почтения в этом мире, как место, связанное с рождением Махапрабху. В то время сам Бхактивинод Такур жил неподалеку оттуда, в местечке под названием Сварупгандж. И мы знаем, что Бхактивинод Такур жил неподалеку оттуда. И мы знаем, что Бхактивинод Такур жил неподалеку оттуда. Сварупгандж. Мы знаем, что Бхактивинод Такур был очень занят своей работой в дневное время, он был судьей. И поэтому на остальные его интересы на духовные вещи у него оставалось только вечер и ночь. И обычно он вечером после ужина с восьми до полуночи отдыхал, спал, а потом в полночь просыпался и ночью, когда никто не беспокоил, принимался за труды. Он занимался переводами священных писаний, писал свои собственные оригинальные произведения на духовные темы, иногда повторял святое имя Кришны, посвящал себя духовной практикой до самого рассвета. Один из later disciples of Srila Saraswati Thakura lived nearby, и he said, sometimes he would hear, maybe like at 3 o'clock in the morning, Бхактивинод Такур loudly taking Krishna-Nam, he said, and a pleading, wailing, like, lament for one's long-lost beloved. Тот, кто в будущем станет одним из учеников в Srila Saraswati Thakura, в времена, которые мы сейчас описываем, жил рядом, был соседом Бхактивинод Такура, и он описывал, что иногда он слышал, как примерно в 3 утра Бхактивинод Такур выходил на крышу своего дома и начинал громко взывать к имени Кришны. Взывал его с чувством скорби, с чувством разлуки, как будто бы он зовет любимого, который очень далеко от него. И иногда в Бхактивиноду приходили пророческие видения. Иногда он обращал взор в сторону Майапура и видел, что там не джунгли, но сияющий город. Мы знаем, что еще в то время он сделал свое предсказание, что в будущем, уже через несколько десятков лет, люди придут сюда, люди с запада придут сюда и будут вместе прославлять святые имена Кришны, заниматься Сан-Киртаной. Это одного рода видения, но другого рода видения, это то, что сама Навадвипдхама, святая земля Навадвипа, являла себя перед ним. Являла свой субъективный аспект. И тогда он писал обо всех различных островах, об Антар-Двипе, Рудра-Двипе, Матья-Двипе и прочих. Because we have to understand, great devotees, some of them, they're appearing in creation to creation. They're aware of these holy places. Мы знаем, что некоторые преданные приходят в какие-то места, связанные с играми Господа, из одного цикла творения в другой на протяжении огромных периодов времени. Например, когда мы с Абадутом Ахараджем были в Южной Индии, в Джаганатхапури, нам показывали одно место и нам сказали, что это то самое место, где Савтариш и семь великих мудрецов прибыли сюда, в Джаганатхапури, но прибыли еще в другой цикл творения, в каком-то невообразимо далеком от нас прошлом. Мы сказали, что после Нарихим Хадайф убил демона Хиранья Кашипу, это место в Ховеламе, в Северной Индии, где он ринзил свои руки, эти краски красные, и Нарихим Хадайф с его ассоциацией, он вернулся в Байкунта. И говорят, что после того, как Нарихим Хадайф убил демона Хиранья Кашипу, то в одном месте в Южной Индии остались следы того места, где он омывал свои руки от крови, и в том месте скалы до ныне остаются красного цвета, а затем он отправился в свою вечную обитель на Вайкунху, в духовный мир. И на пути, пролетая над Навадвипой, он почувствовал, увидел, что, о, это Навадвип, это то святое место, где в Кали-югу, в будущем, явится Шричи Тани Махаправу, тайное воплощение Господа, и у Нарихим Хадайф появилось желание также остановиться там. И так есть деревня, которую в наше время называют Дэвапали или Нарихим Хапали. Потому что, когда Нарихим Хадайф остановился в том месте и отдыхал, то различные Дэвы, небесные небожители, Боги, приходили к Нему и возносили свои молитвы. Но это было миллионы лет назад. Но много лет спустя, один брамин в том месте, в Кунде, в местном пруду, находит божества, божества Нарихим Хадайфа и Прохлада. И по ныне этим божествам там проводят поклонения. И многие преданные посещали то место. Итак, представьте, что вот в одном месте находится то самое Дэвапали, Нарихим Хапали, где-то в другом месте, посередине, находится дом Бхактивинода Такура, и по другую сторону находится Мадхядвипа, место явления Махаправу. Итак, Бхактивинода Такур в процессе своей ночной духовной практики заметил, что каждое утро в одно и то же время, примерно в 4.30 утра, какой-то загадочный ветерок проносится в одном и том же направлении от Нарихим Хапали в сторону Майапура. Глубоким духовным прозрением он сумел понять природу этого ветерка, что это проявление желания Нарихим Хадайфа каждое утро из Нарихим Хапали прилетать на Мангала Арате в Майапуре. Таким образом, Бхактивинода Такур извлекал из своего внутреннего мира новые и новые духовные драгоценности. И преданные почитают все девять методов преданного служения. Но иногда для кого-то из преданных особенно дорог один определенный аспект. И когда мы видим в ком-то подобную склонность к одному процессу, мы преклоняемся перед этим, поскольку это хороший урок, это показывает путь всем искателям. Итак, Бхактивинода Такур описывает в своей книге то, что увидел своим внутренним поразрением, как Нитянанда Прабу проводит эту парикрама, обход святого места Навадипы вместе с Дживой Госвами. И показывает ему различные места, объясняя, как они связаны с разными видами духовной практики, достигая своей кульминации в Атма Неведанном, полном вручении себя Господу, в Антардвипе, в Майапуре. Но здесь важно с какой точки смотреть. Поскольку комментируя те самые изначальные стихи, Бхагаватам, где говорится о девяти методах преданного служения, Шридхар Свами объясняет. Для того, чтобы эти виды практики, слушания Господи, прославления Его и прочее были преданностью, нужно, чтобы с самого начала это было предназначено для удовлетворения Господа. И кульминации эти виды практики достигают в Атма Неведанном полном самовручении, полной отдаче себя на волю Господа. Дикши-кале-бхакт-кори-атма-самар-пан. Но, в то же время, вручение себя Господу должно присутствовать не только на девятом этапе, но и с самого начала, для того, чтобы любые из этих видов служения Господу превратились в ритуалы, что-то осмысленное. Интересно, что сам Актион Такур в других своих стихах, например, в Шаранагате, описывает разные виды практики в другом порядке. Тадвидхи-пранипатена-парипражнена-sevaya-upadek-shanti-te-gyanam-gyanina-satva-darshana. Saraswati-tahir. Принипат. Being finished with this world of experience. Dvainya means hopeless of the mundane. Hopeless, helpless, leads one to offer oneself. Принипатена-finish with the world, парипражна-to inquire about service. Как в ГИТе сказано, прежде всего необходимо пронипат, предаться духовному учителю. Saraswati-tahir объясняет, это означает, что человек для себя решил, для меня, я покончил для себя с этим миром материального опыта. Я хочу найти настоящего учителя подобным образом. Baktino-tahir объясняет, что все начинается с качества доиния, смирения, когда человек смиренно чувствует, Я нуждаюсь в помощи высшего мира, чтобы обрести совершенство. Это приводит к следующему этапу способности задавать вопросы о служении. But generally, shravanam taken to be in the first position. Но в общем и целом, нам говорят, что все начинается со shravanam, со слушания. After hearing, there can be reproduction kirtanam. После внимательного слушания, можно говорить о киртанам, о воспроизведении. Когда человек регулярно занят слушанием и воспроизведением, тогда к нему может прийти памятование, память об этом. Поэтому можно рассматривать эти виды практики как последовательные ступени или же иным образом. Но это не ограничено только последовательностью. Просто преданные, даже если не ограничены одним видом практики, предпочитают какой-то один из видов. Просто такова их природа. Как, например, Санатлангосвами в своем произведении, Брихат Бхагаватамрита, когда описывает высшие уровни материального мира, он говорит, что обитатели тех планет, будучи очень высоко духовно-интеллектуально развитые, предпочитают памятование о Господе. Но когда Праладе праздывает, чтобы поменять Кришну в любых ситуациях, он говорит к Нарадаму, «Да, Гурадев, по твоей благослови, это возможно, но я отмечаю Ханамана, потому что он имеет активное служение, который он делает к лотусам рамачандра». Но когда в той же Брихат Бхагаватамрите Нарадамуни приходит к Прохладу Махараджу и прославляет его, говоря, «Ты всегда помнишь о Господе, ты воистину велик по этой причине», он говорит, «Да, мой учитель, а это говорят обо мне, но я считаю, что гораздо выше меня, Хануман, потому что он, в отличие от меня, не просто помнит о Господе, но и реально занят служением Ему». Поэтому мы высоко ценим все виды служения. И преклоняемся перед всеми великими преданными. Как Гурмарши и Пропана Дживанамритам, Бхакта Вачанамритам, нектар из депутатов, все эти различные депутаты и много различных позиций, как они праздывают Кришну и экспрессируют их сердце, он показывает, что это правильный способ, экспрессируя праздник. Как Шила Шитар Махарадж в своей книге про Панны Дживанамритам, «Нектар без смерти и предавшейся души», показывает в разделе Бхакта Вачанамритам, «Нектар слов преданных», что различные преданные в различных обстоятельствах возносили молитвы Господу или свои мысли, свои желания. Таким образом, он показывает нам идеалы или образцы, как можно молиться Господу в тех или иных случаях. А также он упомянул о 25 качествах Шримати Радхарани. Гуру Махарадж объясняет, на самом деле у нее тысячи великолепных качеств, но 25 называют, потому что они наиболее выдающиеся. Так же и здесь. Речь идет о чем-то самым главном, самым важном. Есть ли еще вопрос? Да. Я считал, что Крюкс не всегда связан с высочайшим уровнем отношения Гури, но Гуран Крюкс, а он всегда прямо в Аватаре. Можно я подробнее, в том плане, что он приходит так же, как Бауран Айн, и это какой-то пораскрывается от Лахана. Ничего не понял. Можешь это по-английски сформулировать сам, а то я боюсь, не так переведу. Крюкс не всегда связан с Матхури Раса, но... Паран Крюкс не всегда связан с Матхури Раса, потому что они разные, Бауран Крюкс, но Гуран Крюкс не всегда связан с Матхури Раса. Немай-пандит. О, да, я никогда не слышал его описывать как учениц. Я имею в виду, что он академик. Да, ну, мы видим... Ну, как ты говоришь, в Кришнах мы говорим, что раз в день Брамха Свайам Бхагаван Кришна приходит. Говоря о различных оплачениях Кришны, нам объясняет, что один раз в день Брахмы нисходит сам Свайам Бхагаван Кришна. Это в переводе на наши годы примерно раз в 8 миллиардов 600 миллионов лет. Описаны точные координаты во времени этого события. Рассказано, что определенный цикл, в 27-ю Дивья-югу происходит особенное событие. Трета и Двапара-юги меняются местами. То есть обычно эпохи идут одна за другой. Первая, вторая, третья, четвертая. Но даже по названию очевидно, что Двапара означает вторая, Трета означает третья. Но в эту эпоху они меняются местами. Трета приходит первая, а за ней приходит Двапара. И в эти эпохи нисходит не обычный Аватар Кришна, а Свайам Бхагаван Кришна. А в следующую, за этой Трета-югой, Кали-югу, нисходит сам Махапрабху. Но опять же, не Махапрабху, рядовой Аватар, но Махапрабху, охваченный сердцем и сиянием самой Шримати Радхарани. И он занят наслаждением ее внутренних чувств в обществе своих самых близких спутников. И в других Кали-югах, что он делает здесь, Бхаранга Сангай Кри, Нам Санкт-Киртан, дает Нам Санкт-Киртан. Шилагуру Махарадж говорит, что в другие циклы творения, в другие Кали-юги, Махапрабху также нисходит и дает Нам Санкт-Кирту, идею повторения Харикришна Махамантры ради духовного блага. Но Рупа Кросваме говорит, Анарпита Чарим Чират, Коряна Аватирна Калу, Самапаритам Мурантаджвилам Расам, Сва-Бхакти-Сриям. Но здесь вы даете, что не 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 даете. И даже в этих играх он не всегда являет себя сразу как великого предного. Какое-то время он изображает себя, как вы сказали, не май-пандитам, то есть глубоким ученым. Ученым его можно назвать, но не бизнесменом. Бхакти-Она Такур затрагивает этот момент в своей книге Джайва Дхарма. Просто коротко упомяну, он показывает там, что когда Махапрабху связан отношениями с Лакшми-прией, то вот эти отношения находятся на уровне Витхи-бхакти. А Рага Марга — это Гаура Гададхар. А Вишну-прия помогает ему на переходе к этому. И мы слышали также, что Гададхар — очень близкий друг Махапрабху. В ранней игре, когда Махапру показывал себе только как великого ученого, но не показывал своей преданности, то Гададхар избегал его и думал о немай-пандите. Он всем хорош, у него все есть, если б только он еще стал преданным. Это намек на то, что произошло позже. Позже он явил свое настроение преданного Господа. Но это настроение преданного Бхакта-бхава постепенно развивалось и достигло своей кульминации в настроении самой Шримати Радхарани — Радха-бхаве. Иногда Шилогуру Махарадж описывал эти две грани жизни Махапрабху таким образом, что распространение намасан-гиртаны, идеи повторения святых имен Бога ради духовного блага, это было его служение обществу, помощь всем людям, а наслаждение внутренними сокровенными чувствами Шримати Радхарани в обществе ближайших спутников — это была его личная, приватная жизнь. So the Radhar Mahima Prema Rasa Simha, this type of Krishna Prema in its highest position, we take, this is being given by Gauranga Mahaprabhu, that one time after the appearance of Swayama Bhagavan Krishna, Radha Bhava Duti Subhalita. И мы понимаем, что вот это уникальное явление, когда он принимает настроение самой Шримати Радхарани и способен дать его другим, это происходит крайне редко, только в ту редкую эпоху, когда он нисходит после явления Своем Богована Кришны, он нисходит охваченный сердцем и сиянием Своей возлюбленной Шримати Радхарани. И подобное сокровище не дается в каждую Кали-югу. И Гуру Махарадж говорит, даже цвет его не таков в каждую Кали-югу. Нам говорят, иногда он цветом подобен попугаю. А это то, что называется Чанна Аватар, тайный, скрытый, скрытое воплощение Господа. Но что же скрывает его, что делает его тайным? Он охвачен сердцем и сиянием Шримати Радхарани. Как Джива Госвами описывает, что внутри это сам Кришна, но внешне охваченный сердцем и сиянием Радхарани, он предстает как Гаура, золотой. Первая книга, которую мы издали для Шрила Гуру Махараджи, называлась «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». Мы слышим о таком понятии, как непостижимая красота Кришны. У нас есть какие-то представления о красоте в этом мире. Бахтену Такур приводит интересное сравнение. Он говорит, рассмотрите, например, очень красивую звезду под названием Арундхати. Есть другие звезды на небе, они ярче ее. И если вы посмотрите на эти звезды, то вы сможете использовать их как точку отсчета, чтобы направить свой взгляд в нужное место, чтобы увидеть Арундхати. Она не столь ярка. Подобно этому, хотя в этом мире есть много образцов красоты мужчин и в особенности среди женщин, но все эти образцы красоты являются лишь примерами, которые указывают или направляют нас, что где-то в этой стороне можно увидеть бесконечно большую красоту Божественного мира. И чтобы прийти к этой красоте, мы опираемся на Бога-откровенную истину, на Писание. Брахма-Сангита говорит, что Брахма-Сангита говорит о красоте Кришна. Кандар-пакоти-камани-я-вишеша-шобхам. Если 10 миллионов купидов персонированы как один, это седуктивный красот и аттракцион о красоте Кришна. Чтобы понять, о какого рода красоте идет речь, описывая красоту Кришны, Брахма-Сангита говорит, если красоту 10 миллионов купидонов, богов любви, слить воедино, то это будет лишь намеком на соблазнительную красоту Кришны. Мы понимаем, насколько может быть велика сила даже одного купидона. Эрос. Это ось, вокруг которой вращается все в материальном мире. То, что движет миром. И на санскрите купидона называют Модан. Но имя Кришны, Модан-Мохан, что означает тот, кто настолько красив, что от его красоты сходит с ума даже купидон. Все сходят с ума, оставаясь во власти купидона, но сам купидон изумлен красотой Кришны. И косвенным образом это указывает на важный факт, что красота Кришны обладает такой силой, что способна сломить любые привязанности этого мира, какими бы сильными они ни казались. Итак, Брахма в своей Брахма Самхите говорит, что если взять 10 миллионов купидонов, богов любви, и слить их красоту воедино в одной личности, то это покажет вам намек на то, сколь велика притягательная красота Кришны. Поэтому Кришна – всепривлекающий. Но как во время Гауралилы два особенных попугая беседовали между собой, попугай и попугай иха, Шука и Шари. И попугай говорил, да, наш повелитель Кришна, он необычайно, он всепривлекающий. Но попугай возражала ему, да, это правда, но он столь красив только в присутствии нашей госпожи, Шримаси Радхарани. His better half, the absolute whole has a better half. So, Шари says, she's known as Мадан Мохан Мохини. Maybe he's bewildering Купид, but without her, he's bewildered by her beauty. So, if Кришна, beauty personified, and he's all attractive, how beautiful is Шримати Радхарани to charm and attract, capture Кришна? Если Кришна все привлекающие, если Кришна это красота собственной персоной, то насколько велика должна быть красота Шримати Радхарани, чтобы привлечь Кришну? So, we say, Hare Krishna, she has the capacity to steal the mind of Krishna. Поэтому мы говорим, Hare Krishna, Hare Krishna указывает на ее способность похитить, украсть ум Кришны. But then, inconceivable of… Inconceivable things… Rupa Goswami says in Chaitanya-yastakam, about Mahaprabhu's beauty, Расо-дама, Камар-будха, Мадурадам-оджалаттанур, that ten million cupids, Расо-дама, in full-blown cupidity, Камар-будха, Мадурадам-оджалаттанур as the sweet charm and attractiveness of the beauty of Mahaprabhu. But Rupa Goswami, in his Chaitanya-yastakam, he describes the beauty of Mahaprabhu in the following way. He says, it's like taking 10 million cupidons, and not just cupidons, but at the same time of the sun, of his spiritual beauty, of his cupidonness. And this shows how great the beauty of the beauty of Chaitanya-yastakam Chaitanya-yastakam. But Krishna's Babaji Maharaj is to say, one of the reasons he liked to chant the slokas of Guru Maharaj, he said, they're on parallel with what is written by Rupa Goswami. So I'd like to sing Prima Dhamma Devastotram. And here, we're in Guru Maharaj, he says, Svarna-koti-dhārpa-nāva-deha-varna-gauravam, Padma-parijātta-bandit-hanga-sauravam, Koti-kāmi-mūrchitāngri-rupa-rasarangaram, Prema-dhāma-deva-meva-nomi-gaurasundaram. He says that, Svarna-koti-dhārpa-nāva-deha-varna-gauravam. What is that golden effulgence like? Ten million brilliant shining mirrors of gold. Then, what do you say? Koti-kāmi-mūrchitāngri-rupa-rasarangaram. That, as I've told, ten million cupid's here, Guru Maharaj intensifies the concern, saying, Ten million cupid's would faint To see the beauty of Gauranga Mahāprabhu. Because Krishna and Rādhārāṇī combined as one. And Rādhā-bābā-dhūti-sūvalita enveloped in the heart and halo of Rādhārāṇī. That's Gauranga. That's Krishna's root. That's Krishna's root. So, Rūpa Goswami, what you're giving has never been given before. That's why all of those who aspire to take shelter of the Krishna consciousness movement should seriously consider these things and count their lucky stars. Thank you. Does that answer your question? Does that answer your question? Hey, Krishna. Hari Harāya nāma krśıktāya- yādră-bāya namā Hari Harāya nāma krśṇāyādhā vāya namā Gautang Sīdhārāya nāma krśnnāyādhāvāya namā Yārdhāvāya madhāvāyā k� Lectīpāyāvāya namā ГОПАГОВИНДАРАМ СРИМАДУ СУДАН ГИРИДХАРИ ГОПИНАТ МАДАНАМОХАН СРИЧЕТАННА НИТТЯНАНДА СРИЯДЕТЯ ЧАНДРА ГОРАН ДАСЦИ ВАСАДИ ГОДА БАКТА ВИНДА ГОРАН ДАСЦИ ВАСАДИ ГОДА БАКТА ВИНДА ЖЭЙ РУПА САНАТАН ВАСТА РАГУНАТ СРИЧИВАГО ПАЛА БАТА ДАСА РАГУНАТ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok